Что ж, вторая игра позади. Она была тяжелая, тяжелое поле, злая, злой соперник. Такая плотная контактная игра. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями, как ты этот матч видела? Ну, мы перед игрой понимали, что игра будет очень сложная. Мы настраивались на борьбу на то, что после поражения у себя дома соперник будет лететь. И тоже старались максимально агрессивно и злой играть. Расскажи, учитывая поле, обстоятельства, какие давал тренер рекомендации? Понятно, что, наверное, играть больше вверху, может быть, что-то еще. Ну, понятно, что когда мы только начали, особенно вот на этой бровке, просто было очень много луж. И, конечно, надо было больше по левому флангу развивать атаку, потому что там мяч хотя бы ходил низом. Было сложно построить какую-то структурированную игру. Но во втором тайме уже и луж поменьше стало, и начали играть в свой футбол. Развивали атаки, с фланга на фланг переводили. Скрывали фланги. Много было достаточно стычек, да, каких-то таких провокаций, да, наверное. Вот как, на твой взгляд, команда с этим справилась? И был ли, может быть, когда-то такой похожий опыт? Или то, что было здесь, вот в плане такого психологического, да, может быть, даже противостояния, словесного противостояния с соперником, был ли какой-то такой опыт когда-то? Ну, понятно, что каждая девочка сталкивалась хотя бы раз в своей карьере с такой игрой. Но на психологии нам сказали то, что будут провокации, надо быть к этому готовы. Ни в коем случае надо отвечать, не материть, ничего не делать, просто улыбаться и продолжать гнуть свою линию, что мы и делали. Многие девчонки, вообще команда со слезами на глазах уходила, кого-то проиграли. Ну, вот оцениваю уже, два матча прошло. Как-то, на твой взгляд, вообще в целом, игра плюс результат, плюс опыт, да, противостояние с таким соперником, насколько это было полезно? Ну, конечно, я считаю, что это очень продуктивный сбор был, и соперник был хороший, особенно последняя игра. Но слезы – это нормально, потому что никто из нас не воспринимает ничью, для нас это поражение. Вот делаем, ну, ошибки и учимся на них. Это нормально. Спасибо тебе большое. Спасибо.